Я верю в то, что нет конченных людей, потому что я для себя понял когда-то в один момент, что если получится у меня, то может получиться у любого человека. Потому что я очень рано понял в школе еще, что у меня нету каких-то особо ярко выраженных талантов. Я так завидовал людям, но согласны, что Гоша завидует, что он умный. Ну вот реально, ты смотришь, и он умный, и ты понимаешь, что как бы, ну нет, это не ты. И я утверждаю, проработав, сегодня у нас стучилось более 300 тысяч человек, сейчас где-то 320-330 тысяч прошли нашу программу вживую только. То есть это те люди, которые заплатили деньги. Это огромный выбор, это очень много. Я могу сказать, что на этой огромной выборке отточилась технология. И что для каждого человека есть одна задача, которая обладает четырьмя критериями. И если у вас есть одна задача всего на год, одна задача на год, одна задача с четырьмя критериями на год, то тогда вы сфокусированы, и жизнь… Есть три уровня развития вообще, давайте о них поговорим. Но если о серьезном и немножко переместись с тибетским буддизмом, то есть три уровня медитации, есть три уровня развития. Первый уровень развития — троичный. Это когда вы тело свое, ну человека делите на душа, разум, тело, например, что есть наше здоровье, что есть наши отношения, что есть бизнес. Бизнес вы делите на систему управления, систему маркинга, например, и систему продукта. Это троичная система, это когда вы думаете инструментами. То есть вы думаете инструментами, какой бы инструмент, какую фишку внедрить. Второй уровень — более продвинутый. Это уровень семеричный. Это когда вы подходите к себе с точки зрения внутренних практик. То есть вы уже понимаете, что бизнес — это ваш аватар, и когда вы работаете на внутреннем плане, у вас это проявляется в бизнесе. Кто уже примерно понимает, что это так работает? И можно ли сразу без первого уровня перейти на второй? Да или нет? Ну, я думаю, что нет. Но, как говорят, что медитация второго уровня, год медитации первого уровня, эквивалентен одному часу медитации семеричной. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. То есть один час практики второго уровня, он эквивалентен году практики первой. То есть это намного более эффективно. И есть третий уровень, самый высокий. Это трансцендентный уровень. И если, вот как говорит мой учитель по медитации, первый уровень год, второй уровень — это час, то это эквивалент на одной минуте, проведенной в третьей практике. Это трансцендентная практика. Что такое трансцендентная практика? Транцендентная практика — это когда вы фокусируетесь на пустоте, вы фокусируетесь на специально созданном желаемом будущем, которое не случится само по себе. Слышите? Специально созданное желаемое будущее, которое не случится само по себе. Вы смотрите на него из пустоты. И с помощью разных практик, о которых мы сейчас будем говорить, это практики цели, вы материализуете то желаемое будущее, вероятностное, к которому вы хотите прийти. Есть несколько уровней вообще измерений времени. Обычно человек живет в измерении, что есть прошлое, настоящее и будущее. И тогда в такой концепции будущее повторяет прошлое. Но есть другое измерение о том, что одновременно существуют все пространства вариантов. То есть ты сейчас можешь переходить и создавать совсем другое будущее. Большинство людей создают будущее такое же, как сейчас, только немножко получше. А можно создавать, мы здесь говорим о создании принципиальной нового будущего. Кто хотел бы, чтобы его будущее через три года, оно не было, как сейчас, только на 20-30% лучше, может быть на 50%. Кто хотел бы радикально иной уровень лучшести, как бы это. И вот это трансцендентный уровень. И это зависит уже не только от инструментов и от внутренних причин. Это зависит уже от частоты ваших вибраций. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что этот подход, он не отменяет инструментальный подход. Вы видите суперрациональных людей, которые все знают в техниках, у них все таблички CRM, которые с утра садятся и программируют змейку на Excel. Знаете таких людей? Все внедрено. Вы замечали, что очень часто у них результат, несмотря на то, что они с очень серьезным лицом, обсуждают очень серьезные темы, их результаты не меняются кардинально, их результаты меняются в рамках как бы той ситуации, в которой они вовлечены и находятся. Кто понимает, о чем я говорю? И это бывает. И чем умнее, тем человек больше находится в заложниках своего опыта и своей текущей ситуации. Транццендентный подход – это когда вы планируете не от того, что у вас сейчас есть. Транццендентный подход, я замечаю миллиардеров, и заключается он в том, у всех. Вот вдумайтесь, вдумайтесь в одну вещь. У вас есть образ примерный суперкрутого будущего, который у вас может быть. У кого есть примерное видение, что так могло бы быть? Смотрите, вероятность этого будущего 0,005 процентов, допустим. И что делает обычный человек? Он говорит, вероятность 0,005, значит рисков сколько? Значит рисков 99,99995. Это мышление обывателя. И я, у меня не так много миллиардеров знакомых, человек 7. Я у них один и тот же феномен заметил. Они вот эти, знаете, вот они видят этот 0,005 процентов, и они умеют относиться к нему так, как будто это единственная реальность, в которую они идут. Вот трансцендентное будущее, это создание специально созданного будущего, и они не создаются с помощью технологий. Технологии нужны, но они являются инструментом, который вы подбираете, исходя из большой задачи. Поэтому так. Итак, одна задача, четыре критерия ПК. Ну вы думаете такое, типа это рынок онлайн образования растет, ладно, в обычном бизнесе такого нет. Вот у кого обычный бизнес? Ну типа вы приехали, у вас не онлайн школа. Вам же в какой-то степени легко, вы думаете, ну у меня обычный бизнес, да ладно, онлайн школы растут, это меня не касается, типа. Но потом вы наблюдаете, вот, например, Вадим Олегович, вот прошлый цех наш, пришел, сделал миллион за два месяца. И все бы хорошо, но Вадиму Олеговичу 16 лет. Ирина Добрынина, шеф-повар ресторана в центре Москвы, кондитерские изделия, столы на заказ. Все бы хорошо, но только ей 16 лет, а она перешла в 11 класс сейчас только что. Так почему так? Вот кто сейчас с этой проблемой сталкивается? Смотрите, что все понятно, все кейсы крутые, но что делать именно вам, именно сейчас и весь год, вам непонятно. У кого это так? Вы нормальный парень или девушка? Вот вы сидите, посмотрите налево-направо, все улыбаются, смотрите, все адекватные, типа вы все понимаете, вам рассказали, как выбрать нишу, вам рассказали про трафик, все понятно, гивы там, все. Рассказали, как раскрутить инстаграм, рассказали, как настроить автовебинар, вы поняли. Делать это вы, конечно, не будете, но вы поняли, как это сделать. Продукт вы купили, где об этом. Все понятно, что делать, ничего, надо только делать, 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 делать. Заглянем же к вам в голову, на самом деле, там будет примерно вот такое. Если вас интересует онлайн-школа, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. А снаружи все улыбаются. Вот посмотрите, все улыбаются. Никто ни хрена не понимает, что ему делать, но все улыбаются. Итак, первая проблема – это каша в голове. Не понимаешь, что именно мне нужно делать. Когда в голове перегруз задач, мы становимся ящерицей, которая в момент стресса замирает, и мы не делаем ничего. Статус сохранения идет. Итак, правило. Если ты не понимаешь четкую цель, которую тебе надо сделать за следующий год, то ты ничего не сделаешь. Теперь проблема номер два. Понимаете? Вы согласны, что когда у вас есть сильная причина, вы способны на подвиги? Например, болел у кого-то родственник, и срочно нужны были деньги. Или нужно было решение найти. Кто находил решение, когда казалось, что решения нет? Смотрите, ведь базовая проблема не в том, что мы не знаем, что делать. Базовая проблема на самом деле не в технологиях, а в том, что у нас, как правило, нет сильной причины. Либо мы не видим смысла, ну либо вот как бы и мы это оправдываем. Я разговаривал с Александром Мамутом, тоже такой миллиардер, и он сказал крутую фразу. Он говорит, что в бизнесе надо быть как будто каждый день война, при этом сохраняя в душе полное спокойствие и мир. То есть жить в полном мире, но работать так, как будто война. Но это не значит, что в напряге, это значит с полной ответственностью, как будто вы идете зимой по тонкому льду. Третья проблема, не туда идем. Вот меня что бесит, да, это типа, что мы постоянно пробуем, типа, попробую это, попробую, может вот так вот, может вот так, оп, нет. А может вот так? А что если вот это внедрить? Или вот так, там разберемся, посмотрим. Сейчас, сейчас подожди. Сейчас стрельнет по обстоятельствам, мне всего 60. Поживем, увидим, все еще впереди. На самом деле, на самом деле это не что иное, как полный сброс ответственности. Смотрите, когда у вас нет четкой гипотезы, нет четкой цели, четкой гипотезы, кто понимает о проблеме, о которой я говорю? Когда вы просто перебираете действия. Это полностью безответственный акт. Вы просто в рутине, вы просто в операционке, и вы просто перебираете действия. Я называю это действием типом муди. Муди. Муди – это, во-первых, тип венгерской овчарки. Но, во-вторых, это действие муди. Это когда вы что-то делаете, всерьез даже не рассчитывая, что это сработает и принесет результат. Но, тем не менее, вы делаете, чтобы транквилизировать свое чувство вины за то, что вы не развиваетесь. Слышите? То есть вы совершаете действия, не всерьез, не рассчитывая, не фокусивая на результат для того, чтобы транквилизировать собственное чувство вины. Ну, типа, я же развиваюсь. Да лучше бы ты курил. Проблема номер четыре, о которой мы говорим, это долгие циклы. Да, Михаил Кучмент об этом тоже говорил. О том, что вы долго и дорого тестируете гипотезу. Итак, четыре главные причины провала. Каша в голове, нет четкой цели. Теоретическое хотение, отсутствие реальной причины двигаться. Третье – гипотеза, в которую вы не верите, поэтому не знаете, что делать. Тест одной гипотезы занимает три года. Но бывает по-другому. Вы знаете, я являюсь фанатом Сунь Цзы и его трактата о военном искусстве. И вот, что там написано. Кто еще до сражения побеждает предварительным расчетом, у того шансов много. Кто еще до сражения не побеждает расчетом, у того шансов мало. Дальше гениальная мысль. У кого шансов много, побеждает. У кого шансов мало, не побеждает. Тем более же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому для меня при виде всего этого уже ясны победы и поражения. Это гениально. Потому что мы с вами, можем ли мы точно сказать, что у нас успех получится, да или нет? На сто процентов мы не можем этого гарантировать. Но мы можем сделать все, чтобы было впечатление, что у нас получится. Бизнес – это риск. Непонятно, получится или нет, но у кого шансов много, побеждает. А как понять, много или нет шансов у вас? Это цель. Это эмоционально зажигающий артефакт, так называемый. Это ваше конкретное одно действие, стратегия, через которую вы идете. И четвертое – это постоянные недельные итерации, которыми вы двигаетесь. Итак, давайте поподробнее. Кто хочет? Кто в бизнес шел, чтобы была свобода и кайф? Кто понимает, что у него ни хрена ни свобода, ни кайф? У него ужас и разгребание завалов просто постоянное. А бывает, когда на сердце легко и спокойно. Когда есть одна задача, которую надо просто сделать. Итак, пока вы не нашли одного действия, четыре критерия, которые вы можете сделать и которые опираются на сумму вашего прошлого. Что очень важно. Мы все время думаем, что нам надо стать какими-то нереально иными для того, чтобы это сделать. Типа стать Гоши, или стать Машей Саладар, или Косенко. То есть стать кем-то. Я просто не такой, как они. Когда я стану такой, как они, я вот это сделаю. А пока я не такой, как они, я и не сделаю. Ну и все хорошо. Вот смотрите. Вдумайтесь, что для квантового роста в 10 раз вашего всего уже у вас достаточно. Вопрос конфигурации ваших текущих навыков. То есть вы это уже можете делать. Второе. Делом, которым вы хотите заниматься. И вот здесь тест такой. Кто сложно по утрам встает? Ну кто? А у кого было, что вы в 5 утра вскакиваете? Кто-нибудь было, когда вы первый раз едете за границу и в 5 утра надо встать в аэропорт? Есть у вас проблемы со вставанием, с опозданием там куда-то, нет? Кто опаздывает вообще? У кого такое бывает? А знаете, что такое опоздание? Опоздание – это нежелание ехать туда, куда вы опаздываете. Это сопротивление вашего тела тому образу мысли и жизни, которым вы живете. Тело не хочет этого делать. Поэтому, когда я опаздываю, я стараюсь вообще не ехать. Третье. Оно приносит деньги и ведет к стратегическому желаемому будущему. Четвертое. В котором все эти факторы применимы к одному простому действию. Вообще история с целью звучит так. Я выступал на инфконференции Андрея Парабелова. Тысячу лет назад, 2009 год или какой-то там вообще древний, дремучий. Я прихожу, он смотрит, ну хорошо выступает. Он говорит, вот если бы ты еще закрыл, продажу бы сделал, было бы огонь. Я говорю, да ты не сечешь вообще ничего, ну типа внутри себя. У меня продукт крутой. Ну я знаю, что человек крутой. Он говорит, ну ладно, когда будешь готов, приходи. Я такой, ой, я конечно приду. У меня всегда было почтение к учителям и к менторам. Я приезжаю, помню, волнуюсь, так приезжаю. И он меня спрашивает, ну давай начнем с первого. Он говорит, какая у тебя цель? Вот простые вещи, да? Какая у тебя цель? Я говорю, в смысле? В деньгах? Он говорит, ну да, в деньгах. Какая у тебя цель? Я говорю, 50 тысяч. Ну так я подумал, ну сейчас я 20, плюс еще 50. Ну 20 я жить примерно буду, 30 откладывать, там шикарная жизнь вообще. Кто думал, что когда он будет зарабатывать 100, куда эти деньги девать вообще? Я думал, куда 50, это дофига. Я говорю, 50. Он так, типа, not bad такой, амбициозный парень, хорошо, начинает считать что-то в голове, считает, смотрит на мою морду простую, смотрит на свои расчеты. У него там что-то складывается и на морду. И у него расчеты с мордой моей не стыкуются. Он говорит, слушай. Он говорит, 50 тысяч чего? Рублей или долларов? Я говорю, рублей. И он так, я помню, он на меня посмотрел вот так, типа. И я понял, что, господи, мой потолок, который для меня потолок, который я взял запасом, для него это просто пол. Более того, я ему доверяю, и в его глазах, в его голове формула для меня сложилась. То есть он верит в то, что я это могу, и, типа, говорит, он такой, ну не за первый месяц, но, типа, ну за три, ну, так, типа, получится. И это получилось, действительно, это получилось быстрее, чем я думал. И тогда моя жизнь уже не стала иной. То есть она, наоборот, стала иной. Я понял, что моя жизнь не будет прежней, потому что я понял, что все, во что я верил, это булшит. Те действия, которые я буду предпринимать из своего текущего мышления, которое максимум, что может, это на 50 тысяч рублей запланировать, это вообще ни о чем. И меня поразило, знаете что? Не то, что я сделал, а как легко я это сделал. У кого было такое, что вы сделали большой результат и удивились, как намного легче он дался, чем маленький? Мы разговаривали с Остром Харменом, он говорит, основная ошибка людей в том, что они думают, что большим бизнесом управлять сложнее, чем маленьким. Он говорит, это маленьким сложно управлять, большим проще управлять. И это то же самое, больших целей для вас достигать легче, чем цели из вашего текущего видения. Потом я помню, как мы запланировали стадионы, мы сделали в 2011 году. Мы купили так Rolls-Royce, при том мы купили его типа за 20 дней после того, как мы поставили его. Потом я помню, как мы сели и поставили миллиард выручки, когда не было предпосылок к этому вообще. Просто мы сели и расписали, давай сделаем миллиард. Я хочу вам сказать, что все ваши цели умещаются на одну страницу А4. Всегда. Не нужно сложных Excel-таблиц, то есть их надо делать потом. Как работает этот подход? Вот у нас он работает так. Я не могу назвать себя идеальным человеком. Ну вы типа это видите. Если сравнить мой уровень маркетинга и продаж нашей компании, то из 10 баллов я бы поставил 2. Уровень маркетинга, который у нас есть. А уровень управления из 10 я бы поставил 3. Продукту бы я поставил 7. И вот мы думаем, что нам нужен крутой продвинутый маркетинг, крутая продвинутая сегментация, чтобы сделать большой результат. Так? Сегментация – это хорошо, от нее не хуже, от нее лучше. Но это не связано с тем результатом, который вы делаете. Вот это дает путь планирования от цели. И я могу сказать, вот это дата, когда мы поставили себе цель в миллиард. Мы не сделали миллиард, но мы сделали 658 миллионов. А как мы сделали? А как мы сделали? А как? А как? А как? А вот так. По-другому. По-другому, чем то, как мы делали до этого. Вот и все. А как именно, вы не знаете, потому что цель диктует инструмент. Вот наша цель, которую мы ставим себе на следующие 2-3 года. И как вы видите, да, в сравнении с тем, что есть, картинка, она здесь была большая, здесь мы типа красавчики. А вот здесь мы сразу не очень красавчики. Так вот, цель в деньгах принципиально, потому что развитие состоит из тонкого и твердого плана. Но деньги являются… Вот деньги – это всегда по факту. Гелендваген – эмоциональная цель. Вот вторая критически важная вещь. Итак, кто поставил цель в деньгах? Поднимите руку. Молодцы. Мы сделали с вами первый пункт. Переходим ко второму. Называется Гелендваген. Почему Гелендваген? Потому что он крутой. Мы его назвали в честь одного нашего участника. Леша, он инженер. И он сделал следующую вещь. Он сказал как-то семье. Я хочу Гелендваген. Он с нуля, он там первые потоки БМ, заработал 300, потом еще немножко больше. И он пришел к семье своей жены и сказал, я хочу купить Гелендваген. Они ему что сказали? Дебил. Ты за эти деньги можешь им тише квартиру купить. И в их логике, логика железная была. Но у него тоже за ним была железная логика. Он сказал, я не хочу квартиру в тысячах. Нахрена нужна такая квартира? Я не хочу эту квартиру. Я вот так же дошел. Я сначала покупал машины. Я покупил себе Феррари там все. Потом, когда я вышел на уровень, когда я смог нормально позволить себе квартиру, я пришел и купил квартиру. Но ту, которую я хочу. Потому что результат, который вы делаете, это результат вашего мышления, не результат суммы ваших действий. И вот насколько важна... Смотрите, цифры нас вообще не мотивируют. То есть есть единицы людей, которых мотивируют цифры. Нас мотивирует тот уровень жизни, свободы, который для нас стоит за этими цифрами. И самый серьезный вопрос, который стоит себе задать, это, а что ваше сердце реально хочет, когда это произойдет? И когда ты на первом уровне, это квартира, это машина, это помощь близким, это съездить на отдых куда-то. Например, за этот год, ну и сейчас. Я, короче, встал за прошлый год. Знаете, кто самый... Короче, у ВВФ есть рейтинг частных доноров, кто вот природу дикую, кто финансирует дикую русскую природу. Как вы думаете, кто на первом месте там стоит? Среди всех людей в России. Я, прикиньте? Ну то есть это же бред. Ну то есть это не хорошо обо мне говорит, это говорит плохо обо всех других. Да? Ну типа вот представляете, мы сейчас вкладываем порядка там более 30 миллионов рублей в один проект по развитию национального парка на Дальнем Востоке, который хрен знает где находится. Мы занимаемся проектом по спасению тигров. И мне кайфово, потому что я могу себе позволить это сделать. Я могу себе позволить никого не упрашивать, никому не объяснять, я могу позволить взять и сделать. Потому что мне по кайфу, мне нравится тайга, я ее обожаю. Я понимаю, что никто этого не сделает. И мне по кайфу реализовывать эти проекты. И это та цель, которая меня сейчас зажигает. Да, я ее и делаю. Я ставлю. То есть и должна быть всегда цель нового уровня, и не надо ее стесняться. Дальше идет. Цель всегда. Цель всегда. Это P на Q. Это сколько-то клиентов, которые покупают с определенной прибылью у вас. А P на Q, в свою очередь, всегда декомпозируется дальше на продукт, который вы делаете изначально, оффер, который вы, как вы упаковываете свой продукт, поток, который вы создаете. И четвертое – это продажа и порядок, который вы обеспечиваете. Всегда это матрица, это всегда P на Q. Всегда. А P на Q – это всегда лиды, конверсия, да, ну и там, возможно, повторные платежи. У кого они есть, кто до этого дорос, браво. И что хочу сказать. Мы всегда, мы, как правило, идем с вами снизу вверх. Мы копаемся в оффере, копаемся в продукте, но мы не можем увидеть картину как бы сверху. Мы варимся в борще, передвигаем свеклу, горох, картошку, вроде все в порядок, да, но это бровновское движение, они опять в хаосе находятся. И чтобы рулить этим борщом, вам нужно вылезти из борща и взять в руки половник и начать варить борщ. А что такое половник? Половник – это трансцендентное мышление. Это мышление от идеального конечного результата, который вам нужен. То есть вы ставите, вы сформируете свою продуктовую стратегию от идеального конечного результата. И, как правило, это будет что-то новое, вот когда вы ставите как бы задачи себе, исходя из новой цели. Это будут абсолютно новые задачи или нет? Как правило, нет. Как правило, будет это правильная конфигурация того, что у вас уже есть. Потому что, чтобы получить больше денег, надо давать больше ценностей, больше пользы. Это всегда комбинация продукта, трафика и маркетинга. Притом, если меня спрашивать, вот в какой последовательности бы ты расположил эти блоки, я бы их расположил так. На первом месте продукт, на втором месте система управления, внутренний контур. И на третьем месте это маркетинг. На третьем месте вы можете косячить, ну вот я считаю, я косячу, честно. Я косячу в управлении, я косячу в маркетинге. Ну я не идеален, как и все мы. Это нормально. Но первый фокус, который я всегда держу, это постоянно делать так, чтобы люди, которые соприкасаются с продуктом, были в восхищении. Потому что масштаб вашего бизнеса прямо пропорционален добавленному восхищению, которое получает человек в момент контакта с вами. И вот во что, я считаю, нужно вкладываться предпринимателю, это впечатление, то есть вот этот вот customer experience, о чем Михаил Кучмен тоже говорил, это проживание, то есть всегда человек соприкасается с нами, проживая эту амплитуду классного опыта и то, что называется shitty experience. Весь его путь состоит из классного опыта и shitty experience. И задача постоянно вот этот классный опыт как бы вверх, а shitty experience как бы поднимать постоянно за счет сервиса. И вот секрет масштаба, с моей точки зрения, скроется именно в этом, в продукте. И дальше вам нужно создать для себя, если вы хотите действительно вырасти, вам нужно создать для себя систему недельных итераций. Вы должны раз в неделю встречаться, хотя бы раз в неделю встречаться, партнерами или с командой и соотносить то, что вы сделали за неделю со своей стратегической целью. У меня это построено с командой. То есть у меня классная команда реально, которых я люблю, с которыми мы уже больше пяти лет вместе с основным костяком. И в какой-то момент я принял решение, что то же самое с людьми. На каком-то моменте роста ты растешь быстро и ты меняешь много людей. Это нормальный момент масштабирования. Бывает, ты можешь поменять систему, но с какого-то момента ты должен уже развивать тех, кто есть, выводя отношения с ними на новый, новый, новый уровень. Потому что 80% результата кроется в оптимизации текущей ситуации вашей. Просто брать то, что есть и постоянно фанатично выводить ее на новый уровень качества. Вот мысль, которую я хочу вам донести, последняя. Главная ошибка, я считаю, это гнаться за трендом, а не за своим интересом. Вот мы видим, и мы часто как сороки. Помните, недавно были чат-боты, чат-боты. Все такие вот чат-боты, чат-боты, чат-боты. Для этого типа Инстаграм все Инстаграм, 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 Инстаграм. И тренды, они постоянно возрастают и уходят, возрастают и уходят. Крипта была, крипта, крипта, все крипта. Тот, кто создает тренд, он не следует тренду. Это человек, который делает это, реализуя свой интерес. Он сам создает тренд, он реализует, он идет из своего интереса, ему плевать. Потому что когда мы пытаемся угнаться за трендом, у нас ощущение говеное немножко, если честно. Мы постоянно не успеваем, мы постоянно в пролете, мы постоянно какой-то десятый. То, что нужно делать реально, это следовать своему пути, своей истинной природе, своей цели. И когда вы в рамках своей истинной природы, то на эту истинную природу накладываются все инструменты. Инстаграм, вы можете ехать как тихий паровозик, вам плевать. Потому что не важно быстро или медленно едете, важно туда вы едете или не туда. Потому что можно ехать быстро, но в обрыв. В чем смысл? Сейчас будет, у нас по плану была Катя Уколова, но мы, я думаю, надо градус спустить аудиторию. Да, и Сергей спрашивает сейчас Петя, пообщается с Петей, такое интервью будет. Я предлагаю именно пообщаться по продукту, потому что мне кажется, ребята действительно много над ним работают, постоянно улучшают, много всего замеряют. И интересно посмотреть именно в продукте, какие действия улучшают именно результативность и то, что результатов реального бизнес-молодости много. А кому понравилось реально вот этот час, вот это выступление, кому прикольно было в момент? Да, спасибо. О чем я хочу сказать прежде всего? Что вот тот опыт, то впечатление, которое получают люди в моменте, когда просто смешно, когда начинается смешно, когда люди расслаблены, им кажется, что человек придуривается там, просто все идет легко, естественно, что это по сути и есть результат долгой, кропотливой работы, чтобы все это собрать и чтобы сделать так, чтобы человек гарантированно это впечатление получал. Вот в этом состоит как бы работа большая. Ну то есть это эмоциональное впечатление, некая продукта. Можем мы, знаешь, как пройтись, вот любопытно, то есть, к примеру, вот бизнес-молодость начиналась, да, это были коучинги, там раз в неделю встреча, там по несколько часов, потом это перерошло в цех, потом появились вот как бы энергетические там вот эти вещи. И давай просто посмотрим вот элементы эволюции и какие точки вот в продукте прямо сильно увеличили качество этого продукта, его усилили. Вот можешь какие-то прям вехи такие? Первая веха, первые наши программы, они шли бессрочно, то есть они шли полтора или два года, то есть это просто были люди, которые постоянно приходили каждую субботу. То есть кто-то сливался, кто-то отвалился, кто-то приходил. Но зачем же была первая программа на два месяца? Нет, нет, она была год, то есть она была бессрочная. Люди просто платили за месяц посещения. То есть люди просто приходили, приходили, приходили. Кто-то уходил, и мы держали вот, ну то есть постепенно аудитория росла, росла, росла. Потом мы замерили, что цикл, ну то есть вдумайтесь, нам целый год нужно было каждую неделю придумать новую тему, которую мы давали. Ну потому что кто-то же был уже. Потом мы поняли, что мы устали каждую неделю придумать новую тему. И мы примерно поняли, что люди приходят и уходят, вот цикл два месяца, ну средний, да, вот эта волна. И мы взяли и отрезали просто эти два месяца. И стали два месяца эти темы повторять просто. И по сути, с того, как мы это сделали года 4 или 5 назад, мы с того момента практически темы не изменили. То есть мы все это время просто их с каждым разом, то есть сейчас вот цех 27 раз, еще сколько коучингов было много. Мы каждый раз эти же самые темы делали чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. И так вот 7 лет. Хорошо. Потом я помню вот из одного твоего выступления был такой интерес, я посылал в аудиторию, что там вот у вас онлайн-школа, у вас онлайн-продукты, вы там своего клиента в лицо не видите, с ним не общаетесь. То есть мы вот делаем, например, онлайн-школы так, чтобы там был элемент оффлайна тоже. Насколько ты считаешь важно, чтобы вот были и оффлайн-встречи, чтобы вот сообщество виделось, общалось там и так далее. Может ли быть полностью онлайн-курс? Может быть. С точки зрения именно эффективности продукта и результатов? Это очень эффективно, это круто. Другое дело, что все люди разные они, люди реально разные. И кому-то легче дается оффлайн, кому-то легче дается онлайн. То есть онлайн дается чуть легче более умным людям, более структурным, более системным. Оффлайн дается легче чуть более радикальным. В какой-то момент я понял, что просто должно это быть умеренно и должно быть дорого просто очень. И мы постоянно повышаем стоимость того, сколько это стоит. Тогда чем дороже стоит продукт, тем приятнее вывести в оффлайне. Хотя онлайн… Ну мы делаем на онлайне миллионов. Вот за март мы сделали полностью на онлайне в отрыве от нас 6 миллионов прибыли. Про еженедельные циклы. То есть мы с тобой общались сейчас. То есть по сути один из важных элементов это то, что люди уходят на неделю, они там что-то делают, общаются в рамках своей группы, потом они приходят, их проверяют домашние задания, проверяют сколько они заработали. И важный элемент это цена слова. То есть они каждый раз ставят… Да, правильно я понимаю? То есть что я за неделю сделаю вот такой-то результат, иначе я отдаю деньги в клан на вечеринку или на что-то еще. Да вот можешь немножко про влияние этого механизма на то, что результат в новом. Первое. Мы отменили все цены слова, которые не связаны с деньгами. Типа приседания, выйти в слизи на Красную площадь. Что сильнее всего влияет на истинный результат людей? Интересно вам? Мы же проводим… У нас платформа, и мы постоянно считаем результаты. И мы смотрим, какие инструменты реально влияют и коррелируют с результатом. Например, смотрите, какая штука. Пару фишек вам дам. Например, если группа… Если в группе… Первое. Люди пишут и описывают каждый день отчеты, например. Вот люди, у которых более длинные отчеты, на 17% делают денег больше, например. Вот факт. Это факт, подтвержденный аналитикой. То есть чем больше человек пишет, исследуя то, как он идет, тем выше результат коррелирует. Ну то есть это можно, получается, больше людей заставлять больше писать или это определенный психотип просто? Это больше ответственность человека. То есть он не отписку делает, а он реально работает, вкладывается. То есть это можно как угодно интерпретировать. То есть факт просто стоит в том, что объем текста, который вкладывает человек в то, чтобы делать, прямо пропорционально с прибылью, которую он получает в конце. Это раз. Просто для примера, какие факторы коррелируют. Второе. Радикально работает разделение людей на десятки. Радикально. Но, что мы заметили, например, могут люди собраться, например, в которые все 100 тысяч зарабатывают. И у них результат будет не такой высокий. То есть у них будет низкий результат. То есть они все примерно будут давать друг другу советы на 100 тысяч рублей. Но что мы заметили, и это, сука, очень интересная фишка, что если в этой группе появляется хотя бы один человек, который делает 500 или 600, то есть больше, то он опыляет всю группу абсолютно. То есть он повышает эффективность всей группы в целом. Следующий вопрос. То есть БМ идет в сторону больше такого как бы сообщества с идеологией, которое можно назвать сектой в каком-то смысле. Ну можно. Я не знаю, как выбирать слова. Но насколько ты считаешь вот именно направление того, что делать вот такие вот вещи, которые делают тебя более сектантской компанией? То есть ты же потом в принципе в каком-то смысле теряешь возможность продать эту компанию? Как ты сам думаешь? Да, есть такая штука. То, над чем мы работаем, мы работаем над IT-составляющей, конечно. То есть мы делаем сети из приложений, то есть много всего для того, чтобы это стоило, чтобы оцениваться в активы. Есть другой путь. Просто заработать очень много денег. То есть это второй путь. Да, просто ее сложно оценить, но у тебя очень много денег. Это второй путь. Есть третий путь, видимо, который совмещает и то, и то, и то. Но для того, чтобы компания была, которую можно продать, прежде всего должна быть система, которая должна быть внутри простроена. И система, которая должна включить сильный отчуждаемый IT-компонент. Просто она будет много стоить. Это вопрос работы. Вопрос работы, который мы строим у себя. То есть какие-то вещи мы готовим, конечно, на продаже. Постепенным уровень вот этой автономности мы его повышаем. Это зависит, но это прежде всего зависит от культуры управления внутри организации. В тренинге. Кто считает, что задача бизнеса удовлетворить клиента? Поднимите руку. Кто считает, что самое главное? Вот возьмите эту руку и ударьте себе по щеке на память. Это все равно, что сказать, что задача жены удовлетворить мужа. Как-то это низко, понимаете? Удовлетворить ты сам себя можешь. Задача отношений не в том, чтобы удовлетворять. Так как и бизнеса нет задач, чтобы удовлетворять. Удовлетворять делать на 3-4. Галимый шиномонтаж. То есть просто нормально. А задача, ну как Тони говорит, у него есть определение, что задача делать из людей ревинг-фэнс. То есть отрывающиеся фанаты вашего продукта. То есть именно промоутеры. И отрывающиеся фанаты, это же не забыватель, как у нас, что они должны прыгать просто реально. У нас прыгают, да? Это люди, которые реально искренне благодарны. Которые вас реально искренне рекомендуют. Есть очень много в жизни показателей, которые мы знаем, что нам надо считать. Согласны? Но реально мы изменяем только те показатели, на которые мы влияем еженедельно. И надо перестать испытывать чувство вины за то, что вы не влияете на какие-то показатели. Надо просто выбрать то, что органически получается у вас следить еженедельно. То есть то, за чем вам приятно наблюдать, короче, в еженедельном режиме. И вот мы еженедельно фанатично наблюдаем за каждым. Понимаешь, сейчас еще один секрет раскрою. Ведь люди, восемь занятий у них. Не может НПС на первом занятии быть девяносто. Он должен быть на уровне шестидесяти. Чтобы с каждым разом человек на следующем занятии получал новые впечатления. Типа, о, еще круче, чем в прошлый раз. И вот задача на протяжении восьми занятий продержать их так, чтобы каждое следующее занятие они получали радикально новые впечатления. Чтобы эта полоска постоянно росла. И тогда они удовлетворены. Потому что если ты им сразу вот так вот сделаешь, то они придут второй. И даже если это огонь, они скажут, ну, было лучше. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Дополнить, касаемо тех, кто сейчас в зале занимается образованием. И вот там до первых двух-трех миллионов рублей можно действительно с компетенцией маркетинга. А вот дальше расти. И я знаю людей, кто постоянно ходит по куче разным конференциям. А как еще привлекать лиды, а как вот типа Google настроить, а как Яндекс настроить. И на самом деле ключевое здесь это именно в изменении мышления того, что не маркетинг главное. А главное именно собрать команду, которая это все сделает, эти процессы. И когда вот этот шифт, ну, мы в частности сделали, да. Мы вот как раз с тобой общались тогда вот на Сан-Диего. То есть действительно такие простые фразы иногда как бы западают, смещаешь фокус, у тебя реально начинает вот так расти все очень быстро. И это может быть причина вот вашего роста тоже в проектах, если вы больше задумаетесь о том, а как же собрать команду, которая будет давать результат. Я могу дать вот, хотите простую рекомендацию? Вот что делать? Как бы до миллиона, до миллиона надо жестко фокусироваться на супер уникальном продукте и вообще ни о чем не думать больше. То есть делать такой продукт, от которого у вас слюни текут реально, в котором вы вдохновлены, который будет расти органически. То есть без сильного маркетинга, без сильного управления, просто за счет самого продукта. Вот органически надо вырасти до миллиона хотя бы. Без там сильных этих палок, ну, до 500, ну и до миллиона. От миллиона до трех, до пяти примерно надо концентрироваться на маркетинге сильно. То есть делать, развивать, качать. После пяти миллионов надо концентрироваться на системе управления. Ну вот, потому что с самого начала, ну, сложно концентрироваться на системе управления, когда нет продукта. То есть должен быть продукт, потом должен быть маркетинг, но потом должна быть система управления. Я считаю, что взросление в бизнесе, это, конечно, система управления. И, к сожалению, сложнее, то есть на меня посмотреть, как бы я не произвожу, но задача, впечатление человека системного. Хотя я считаю, что нет людей системных и не системных вообще. Есть навык и качество, которые ты можешь и должен себе развить просто. То есть просто бизнес требует от тебя на каком-то уровне, на каком-то уровне, чтобы ты стал управленцем. Чтобы ты стал им. То есть нет такого могу, не могу, не хочу, не хочу, я там не хочу людей увольнять и бежать. Но всегда будет фактор расплаты. И поаплодируем Петру, как вам понравилось.